Добрый вечер на канале России 24, программа Вести Ульяновск. В студии я, Елена Гончарова, и настало время подвести итоги этого дня. Поскользнулся, очнулся гипс. Счёт пострадавших от гололёда в Ульяновске пошёл на тысячи. Что делать и кто виноват? Придут на помощь, только позовим. Спасатели России сегодня отметили свой праздник. Вручили медаль и сотруднику ГТРК «Волга». Ёмкое название плюс интрига в сюжете. В российский кинопрокат вышла картина «Холоп» режиссёра Клима Шипенко. Впечатления от премьеры в репортаже Ирины Силкиной. Нижняя Циммерсианская участковая больница вернут статус-квом. Напомним, месяц назад здесь хотели отказаться от круглосуточного стационара в пользу дневного стационара. Однако местное население возмутилось. И оптимизацию первичного звена решили не проводить. Об этом материал Эдуарда Истомина. В Нижней Циммерсианской больнице опять пертурбация. Месяц назад здесь закрыли круглосуточный стационар. Проверки, по словам главврача, показали, что больные здесь не ночуют. Койки сестринского ухода решили сократить. Для нас, инвалидов, это вообще катастрофа, наверное, будет. Сельчане пожаловались губернатору и не зря. После общественного резонанса выбор, похоже, был сделан в пользу круглосуточного стационара. А ротации, выгод запланированных, не будет. Доклад окончен. Депутатов интересовала судьба медперсонала. Ему предлагали новую работу, но в отдаленных селах. И медсестры отказались от ежедневного турне из Нижних Циммерсиан в Арбузовку. Дело шло к увольнению. Однако ему дали задний ход. Все уведомления, которые мы выставили в адрес наших сотрудников о прекращении с ним продовольных товаров, будут опозваны до 30-го числа этого года. Если это так, мы очень рады. Если Антон Алексеевич сдержит свои слова, у нас слезы радости. Большое спасибо тогда всем. Звонки губернатора плюс активность на сходе. Это дало плоды. Помогли и районные депутаты. Один из них Александр Сидоров. Сегодня избранник предостерег главврача от поспешных решений. Ставьте в известность депутатов. Без учета мнения населения, чтобы подобных решений не принималось раз и не начиналось в тех самых действиях. Главврач ответил, что дорабатывают по контракту до 22 февраля. Дальше неизвестность. Тем временем круглосуточный стационар продолжает работать. В нем есть один пациент. Дал уколы, капельницы, кровь берут. В больнице трудоустроили второго терапевта. А вот с аптекой опять неясности. Месяц назад ее заново открыли со скудным набором лекарств. Но прорваться в такой храм здоровья – большая удача для сельчан. Здесь даже нет рабочего расписания. Я сам сегодня хотел бетерин купить. Не успел на гатвине купить, но почему-то здесь закрыто. То есть или это имитация, что аптечный пункт работает, или тут Новый год ждут. По разговорам сельчан, аптека работает до трех часов дня. Однако уже в половине третьего здесь никого не было. А значит, йод зеленкой людям не купить. Не говоря уже о таблетках. Эдуард Истомин, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Цельнинского района. Гололед в Ульяновске две недели, а уже можно говорить о рекордном количестве травм. Счет идет на тысячи. И если на отсутствие снега пожаловаться некому, то за тротуары, похожие на каток, должны отвечать определенные лица. Кто они – виновники наших падений, ушибов и переломов, расскажет наш корреспондент. По утру в травмпункт приходят не только те, кто только что получил травму, но и те, кто получил ее накануне вечером, но надеялся, что обойдется. Как Эльмира Абдулганиева. Вышла с работы, прошла пару метров, на гололеде упала, что-то хрустнула, подвернула. Утро распухло, пришла сегодня на рентген. С травмами из-за гололеда только в Засвияшский травмпункт приходят ежедневно не менее 50 человек. Половина всех обратившихся, рассказывают медики. Травмы традиционно зимние – переломы, ушибы, растяжения. В прошлом году было больше снега. Больше снега, поэтому количество пациентов, обратившихся, было меньше. Хотя они тоже были. Хотя какое-то количество их возросло по сравнению с сентябрем месяцем. Но в этом году, конечно, побольше. Где-то процентов на 10-15. Текущий год самый рекордный. Пострадавших от гололеда ульяновцев уже не одна и не две тысячи человек. Вряд ли хоть один район города может похвастаться идеально почищенными тротуарами. Вот средний венец. Здесь на скользкую дорожку, причем буквально, люди ступают, выйдя из подъезда. Сегодня звонила в наш домофонд управляющая компания. Я говорю, у вас совесть есть или нет. До магазина, говорю, вот это вот дом ихний. И 19-й. Говорю, до магазина. Полчаса шла, не шла, переступала. Это вообще ужасно. Песку, что ли, у нас в городе нет. Песка или смеси какой-то. Ну это же, посмотрите, прямо зеркало кругом. С маленькими вообще плохо ходить. То есть ребенка вообще не выпустишь одного вот в коляске или за руку, или на руках. Даже когда на руках, то самим даже страшно. Мало того, что ладно, сама упадешь, ребенка убьешь. Это уже новый город. Здесь дворы, возможно, и не все, но почищены. Однако, как только заканчивается придворовая территория, начинается ледяная река. По ней каждый день заволжцы ходят в школу. Их на этом пути две. В детский сад, в поликлинику и на остановку. Важный момент. Все тротуары, согласно нормативам, должны быть очищены до асфальта. Вот за такой, что называется, общего пользования, отвечает орган местного самоуправления. То есть администрация района города. За тротуар возле магазина – торговая точка. А за внутридворовый – управляющая компания ТСЖ «Кооператив». В зависимости от того, кем управляется этот конкретный дом. За нарушение, соответственно, лицензионных требований, если это управляющая организация, предусмотрена административная ответственность. Статью 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф по этой статье составляет от 250 до 350 тысяч рублей. К муниципалитетам пострадавшие из-за гололеда люди могут предъявить претензии сами. В судебном порядке. Причем можно подать иск как на возмещение материального ущерба, это чеки на оплату лечения, так и на компенсацию морального вреда. Моральный вред – это, конечно, иная. Чаще всего сумма, и чаще всего она намного больше материального ущерба. Поэтому заявлять нужно не только материальный, но и моральный. Хочу сказать, что у нас в практике было несколько таких дел, и моральный вред взыскивался в приличной сумме. В одном случае это было порядка 250 тысяч, в другом случае 400 тысяч. Но здесь важно помнить, что бремя доказывания лежит на заявителе. Необходимо будет зафиксировать место, где вы получили травму, сфотографировать. Если нет такой возможности, попросить у прохожих их данные для дальнейшего свидетельства в суде. В медучреждении также важно задокументировать причину, место падения и тяжесть травмы. Епатерина Лазарева, Элла Шахова, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Сегодня в Ульяновске вспоминают погибших воинов-интернационалистов. Ровно 40 лет назад советские войска вошли на территорию Афганистана. Операция, которую замышляли как кратковременную, затянулась почти на 10 лет. Память о тех, кто не вернулся с огненной земли, почтили минутой молчания родные, друзья, боевые товарищи и представители власти. Митинг-реквием прошел ранним утром у обелиска славы. К монументу с именами героев возложили цветы. Тогда слова террор-то не было. Занимались именно борьбой с терроризмом. Когда наши войска вышли с Афганистана, весь этот черный террор по всему земному шару разбежался. Герои наше, отечество, они были и будут. И наша задача сегодня, чтобы истории не переписывали. В руках молодых ульяновцев портреты солдат и офицеров. Тот самый бессмертный батальон. В военных действиях в Афганистане приняли участие более 4 тысяч жителей региона. 102 из них погибли. Судьба еще троих до сих пор неизвестна. 111 лет со дня рождения бате русского десанта. В Ульяновске сегодня почтили память человека-легенды, героя Советского Союза Василия Маргелова. Торжественный митинг прошел в одноименном парке. В одном строю вместе с военнослужащими ветеранами ульяновского соединения ВДВ, юно-армейцы и кадеты-суворовцы. К подножию памятника создателю воздушно-десантных войск возложили цветы. Настоящей легендой Василия Маргелова признали еще при жизни. С призывом «делай, как я» он показывал, как эффективно обучаться военному делу и воевать. Результатом его многолетнего труда, помимо эволюции военного дела, стало и стратегическое значение – формирование военной элиты, норм десантной этики и традиций, которые определили их надежность, силу, мужество и ответственность. 27 декабря в России отмечается День спасателя. В региональном управлении МЧС сегодня по традиции чествовали тех, кто каждый день готов прийти на помощь, и кто каждый день рискует жизнью ради спасения других. Пожарная часть номер 8 находится в Засвияжском районе Ульяновска, на улице Пушкарева. Численность состава 62 человека. Руководит частью Денис Ротов. Он отслужил в структуре МЧС уже два десятка лет. Как сам признается, сначала пришел работать, а потом понял, что это призвание. Нравится работа, она динамичная. Ты постоянно находишься в движении, в ожидании каких-то событий. Когда ты помогаешь людям, защищаешь их дом или выручаешь какую-то другую чрезвычайную ситуацию, чувствуешь удовлетворение от работы. В свой профессиональный праздник Денис Ротов был удостоен почетной награды. Теперь он заслуженный спасатель Ульяновской области. Соответствующий знак отличия вручил губернатор Сергей Морозов. «Я горжусь, что нахожусь в этом зале», – отметил глава области. «Вы – пример мужества для всех жителей региона». Различные награды в этот день получили десятки сотрудников МЧС. Награждены были и те, кто не имеет прямого отношения к пожарным и спасателям. Особых аплодисментов удостоился Кирилл Врашкин, ныне учащийся с железнодорожного техникума, а еще недавно ученик школы номер 52. В июне нынешнего года он вывел из горящего соседского дома двух детей. «Мы благодарны Кириллу за небезразличие к чужой беде и смелость», – отметил начальник регионального управления МЧС Игорь Киселев. Программа «Весть Ульяновск» уже рассказывала о Кирилле. Скромном парне, проявившем смелость, когда этого не смогли сделать многие взрослые. А в этот день молодой человек получил нагрудный знак участнику ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Проснулась мама, пришла, говорит, вызывая пожарных. Там дом горит, я выглянул в окно, там горел дом. Я одел тапочки и пошел туда. Там все стучались. Я спросил, есть кто-то дома. Сказали да. Я пошел туда, разбил окно, залез. Наградили в этот день и нашу программу. Корреспонденту Игорю Кранцеву вручили ведомственную медаль за пропаганду спасательного дела. Наш коллега был удостоен этой награды за репортажи о работе пожарных и спасателей. Елена Тимонина, Ирина Силкина, Александр Абрамов, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Как перевоспитать избалованное чадо? В российский кинопрокат вышла картина «Халлоп» режиссеру Клима Шипенко. Кино рассказывает о молодом мажоре, который, заигравшись в красивую жизнь, выходит за рамки закона. Спасая сына от тюрьмы и надеясь его перевоспитать, олигарх-отец со своим другом-психологом придумывает уникальный проект. Подробности в нашем сюжете. Эгоистичный мажор Гриша в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он обычный халлоп без связей и связи о смартфонах здесь не слышали, а все вокруг него крепостные. Перебухал, что ли? Что такие? А? Где ваши смартфоны? Где самолеты? Машины? Россия управляет, давайте все хором! Владимир Николаевич! На самом деле вокруг молодого человека разворачивается уникальный проект с актерами, костюмами и камерами на каждом шагу. И все это дело рук собственного отца-олигарха, который устал взывать к совести обнаглевшего сынка и решил доверить дело профессионалам. Мы делаем великое дело. Мы не просто хотим твоего сына вернуть. По сути, мы создаем нового человека. Помогите! С беглыми халлопьем у нас строго! Убей! Атмосфера России 19 века воссоздана на базе заброшенной деревни. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь. Фильм просто замечательный. Мы смеялись все два часа. В конце фильма я даже немножко сплакнула. Советую сходить всей семьей. Даже детям можно смотреть этот фильм. Просто вообще восторг. Хороший понравился. Да, очень сильно понравился. Эмоции романтичны. Кинопроект под названием «Халлоп» собрал звездный актерский состав. Саша Бортич, Иван Ахлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко и Милыш Биткович в роли мажора Гриши. Я думаю, что зритель попадет в машину времени, когда он пойдет на это кино, и он вернется. Конечно, это очень забавная такая машина времени с юмором, но он вернется сквозь время и увидит, как жилось предкам. Мне кажется, что это фильм такого легкого, реально новогоднего, хотя он не про Новый год, как бы в нем нет такого напрямую, что про Дина Морозова фильм. Но, тем не менее, он по настроению очень праздничный, легкий, и это, конечно, отдых. Актерский состав тоже прекраснейший. Только, наверное, из-за актерского состава пошла. Но, в общем, я не разочаровалась. Я бы его посоветовала просмотреть перед Новым годом. Прекрасный фильм. Действия проходят там летом в фильме, но это, мне кажется, самый новогодний такой фильм, расслабляющий. Можно прийти с семьей, посмеяться от души. Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Новые технологии в строительство, дополнительные средства в безопасность. Это все об автомобильных магистралях. Дорожники подвели итоги сезона и наметили планы на новый. В студии программы «Тема дня» раскрыли нюансы содержания федеральных автодорог. Смотрите актуальное интервью сразу после выпуска «Вестей». Таким запомнится этот день жителям Ульяновской области. Вы смотрели «Вести» Ульяновск. Доброй ночи. Добрый вечер. В студии Ирины Шмыговой сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 9 до 14 градусов мороза. В Ульяновске минус 11, минус 13. Ожидается переменная облачность. Ночью по югу области небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северный, слабый до умеренного. В ближайшие сутки атмосферное давление